Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня мы продолжаем беседу об антидепрессантах. Мы продолжаем подбирать антидепрессанты к различным вариантам депрессии. Их три. Мы сделали такую простую классификацию. И сегодня мы говорим об одном из вариантов депрессии. Это НД-депрессия. Что такое НД-депрессия? НД-депрессии – это депрессии, которые сопровождаются ослаблением положительных эмоций. Поэтому появляются определенные жалобы. Вы можете остановить нашу трансляцию и посмотреть на эти жалобы. Они у нас, такие депрессии, называются еще тоскливыми, апатическими, ангидоническими. Мы выделили цветом дракончика большого. Почему большого? Потому что тяжелый. Почему он двухголовый? Потому что поражение двух типов нейронов – норадреналиновых и дофаминовых. И мы с вами можем сказать о том, почему они тяжелые, если будем использовать критерии тяжести депрессивного эпизода. Они есть в МКБ-10, международной классификации 10-го пересмотра. Их можно найти в интернете. Я эти критерии просто переформатировал с тем, чтобы они были вам понятны. Ну, например, для тяжелой депрессии нужно три основных симптома и четыре или более дополнительных симптомов. Ну, нужно определенная их выраженность и тому подобное. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее на эту таблицу. А откуда вы спросите брать критерии депрессивного эпизода? Вот с этого слайда. А я этот слайд взял из МКБ-10. Итак, нужно три основных симптома. То есть, например, снижение настроения, отчетливо снижение интересов и удовольствия, снижение энергии и повышенную утомляемость. И четыре, не менее четырех дополнительных симптомов. Вот здесь они, например, выделены красным. Ну, к примеру, снижение способности к сосоточению и вниманию, снижение самооценки с чувством неуверенности, идеи, действия, касающиеся самоповреждения или самоубийства, нарушенный сон или аппетит. Итак, у нас с вами НД-депрессия. Что делать с НД-депрессией? Для того, чтобы лечить НД-депрессию, снижение активности нороадреналиновых и дофаминовых нейронов, нам нужен с вами НД-антидепрессант, который повышает активность нороадреналиновых и дофаминовых нейронов. Согласно моей классификации, НД, большие буквы, означает, что он эффективно действует на эти нервные клетки. Однако в нашей стране таких антидепрессантов нет. Мы уже разговаривали об этой проблеме. Вы видите, выпуск Психфарм ТВ, можно ли назначать бупропион. Если вы хотите подробно посмотреть и получить информацию по этой теме, пожалуйста, посмотрите этот выпуск Психфарм ТВ, а мы вам кратко сообщим, что есть такой препарат, который называется бупропион. Он действительно является НД-антидепрессантом, и он действительно подходит для лечения НД-депрессии, но у нас такого препарата нет. Почему у нас его нет? Он был исключен из государственного реестра лекарственных средств 22 августа 2016 года, и с тех пор не может продаваться в нашей стране и в аптечной сети. К сожалению, есть люди, которые говорят, что все равно привезем. Вся беда в том, что в принципе этот препарат является безопасным. Слов нет. Но даже в Соединенных Штатах и в западноевропейских странах все-таки некоторые подростки могут им злоупотреблять, они его измельчают, дыхают через нос и тому подобное. У нас им никто не злоупотребляет, но за то, что вы этот препарат везете, а мы ведь, кстати, предупреждали. Вот наш выпуск «Психфарн-ТВ» вышел за несколько месяцев до того, как в Екатеринбурге кого-то там арестовали и обвинили в контрабанде этого препарата. Мы предупреждали, но никто нас не слушал. К сожалению, в нашей стране эти препараты завозить нельзя. Таможня не дает добро. И я вам прямо скажу, конечно, хорошо иметь эффективный антидепрессант. Очень хорошо слов нет. Но дело в том, что в нашей стране царит достаточно серьезная коррупция. Вы видите, по уровню коррупции на 135-м месте в мире. И при такой коррупции, когда можно купить антидепрессанты без рецепта, ну, конечно, наверное, лучше эти антидепрессанты не завозить. Хотя, конечно, я понимаю, что мое мнение спорно. Итак, у нас с вами нет НД антидепрессантов, и мы с вами должны найти что-нибудь подходящее. Смотрим на мою классификацию. Откуда мы узнаем про мою классификацию? Из наших роликов. Или посмотрите в описании ролика. Есть ссылка на статью, где она опубликована. Смотрим на антидепрессант одинарного действия. Видим буковка S. Означает, что на серотониновые нейроны действуют достаточно эффективно. А нам-то нужно НД. Не подходит. Видим антидепрессанты двойного действия. Видите буковки СН. А нам нужно НД. Не подходит. Переходим в следующую страницу. И что же мы с вами видим? А вот здесь подходящие препараты есть. И их сразу четыре. Это СНД антидепрессант амитриптилин и мипромин и венлофоксин в высоких суточных дозах. И антидепрессант СНД, причем Н большое, милноцепран. Четыре препарата. Дозы амитриптилин и имипромин. Средние терапевтические дозы 150-200 миллиграмм. Венлофоксин в высоких суточных дозах больше, чем 225 миллиграмм. И, наконец, милноцепран никак не меньше 150 миллиграммов. Итак, для лечения НД депрессии, НД большое, потому что депрессии тяжелые, в нашей стране наиболее подходят не СНД антидепрессанты, которых в нашей стране нет, здесь опечатка, а СНД маленькие антидепрессанты. Это имипромин, амитриптилин в венлофоксиновых суточных дозах высоких и СНД антидепрессант, Н большое, Д маленькое, милноцепран. Обратите, пожалуйста, внимание, что Д везде маленькое, еще раз говорю, здесь опечатка. Это означает, что на дофаминовые нейроны эти препараты действуют достаточно слабо. А это, в свою очередь, означает, что лечить НД депрессию тяжелую в нашей стране довольно сложно. Спасибо вам за внимание. Послезавтра мы с вами будем беседовать о том, сколько стоит для больного лечение НД депрессии.